сегодня расскажем в прямом эфире про такие две красотки арочные одна теплица 3 на 6 2 3 на 4 это крепыши стоят сейчас зайдем по комплектации значит дверь цельная фрамуга вижу с другого торца форточка и еще одна фрамуга то есть на маленькой теплице дверь цельная форточка в большой теплице форточка дверь и две фрамуги сейчас зайдем внутрь самое главное теплица установлен на фундамент из бруса 100 на 150 обработан антисептиком биосчит тюменского производства с которым мы давно работаем также скажу вот эта уплотнительная резинка идет в комплекте по умолчанию ни у кого такого нет обратите внимание наклейка с нашими координатами соответствующий уголок над дверью так сказать уникальные преимущества которые никто не по ручка в основном все применяют ручку если кто видел да даже кого блогерам пишут внутри почему-то нет ручки особенно это на форточек я вот понять не могу логически почему так у нас идет двухсторонняя ручка видите замком дверь фиксируется на крючок это по умолчанию тоже идет то есть зафиксировали закрыли телефон неудобно всем меня хорошо слышно дальше идем внутрь заходим значит видите ребята выставили на кирпичи все что было потом с площадкой вы сами понимаете неровные вот ноги спрашивают как вот любой подручные там доски брук к руку кирпичи и в то же время мы забиваем так называемые якоря то есть это обычная труба мы ее режем но чаще всего это если честно это из брака труба там обрез или еще что-нибудь приходит видите здесь попала например какая-то белая покрашенная даже просто ведь смята как забивает трубу кувалдой для чего для того чтобы потому что даем гарантию по ветровой нагрузке 10 лет и по стековой чтобы ветром не унесло и эти коли идут по умолчанию бесплатно с нашим монтажем если ну если без нашего монтажа даже если просто служим вот такая ручка как может быть вот обратите внимание нет ручек у практически у всех они покупают экономят на это тут же ее ручка замок двухсторонняя вот видите как регулируется вот эта полоска даже не ставят ноги мысль палец мой тут вчера шуруповертом насквозь поропилил видите как подгибает чтобы плавный эти прижималась как раз и вот так вот вот такое вот это же форточка у нас играет роль форточки в двери то есть она ведь его здесь отверстие сверху это если ставить эту же форточку каркас в дверь то есть вот в эту дверь дальше идем это у нас крепыш и они собираются не на винт с гайкой а на саморезы потому что здесь идет труба 20 на 40 по фрамуги фрамуги конструкции наши хоть патенту и хоть не патенту и не знаю что делать никто не хочет пить за маме плотно все и вот она в двух положениях одна бы небольшая щелочка и побольше так вот фикси даже отверстие есть пропустила специально хоть как цепочки потому что может ветром порывом перевернуть лист и сломать его вот в этом месте потому что у нас идет обратите внимание цельный цельный лист справа слева нахлёст и снизу цепочки делаются длиннее если клиент захочет потом со временем перекрутить пересверлить то есть делать размах побольше согласовывается раз идти на зиму из-за чего здесь уголок опорный ставится специально ручка вот внутри все прошли значит и самое главное мы с этого года перешли на крепление глухарь лень 6 на 80 до они идут 6 на 80 глухари нет ключе 10 6 на 8 то есть это глухарь по дереву это намертво потому что видимо или производство брали желтые сюда пятерки да они начали почему-то отрывать башки то есть головы отказались и ушли на такие мощные глухари в народе называет их ну все поехали дальше идем в чем еще какие еще у нас преимущества двери самые лучшие крючки самые лучшие резинка покраска резинка сан так потому что нету ни у кого но и крепим его такими шайбами даже с резиночкой здесь клоп особенно внимание уделяйте чтобы не сильно не пережимать хоть мы ставим хороший поликарбонат что еще у нас есть того что нет у других лени этого костины то есть вот эти у кости на прошлом году мы ввели они ставятся по 2 или по 4 в зависимости от длины для того чтобы создать диагональное усиление для каркаса ну например вот на таких крепышах из-за такого крепления люди она практически не ходит из-за саморезного это в основном побольше надо ставить по 4 штуки где на винтах то есть 3м к обычно из 20 трубы там наваривается вот сюда вот пластина вот такая и собирается на винтом 6 когда идет из 20 трубы там надо будет почаще их ставить потому что у винта есть все равно хождение как крабы почему на крабах они собираем при такой системе крепления пожестче все равно каркас собирается ну и здесь получается горизонтальный усилитель даже из 20 на 40 и полимерно-порошковая покраска ну вот практически все на наших ну и заглушки везде стоят защита сот то есть торцевой профиль внизу торцевой профиль и перфолента вот идет видите брус антисептирован в камере покрасочной малярной они на монтаже как многие любят красить вот то есть нормальный с нормальным пистолетом и так далее вроде бы все почему многие задают вопрос почему не применяем ленту стяжную конечно с ней проще перекинул на механ как раньше было лет 10 натянул и тебя через три года все раз и познаете почему потому что воды вот тут когда движется поликарбонат он трется и получается и стирает разрушает и самое что интересно например при таком способе крепления поликарбонат расширяется между точками крепления при креплении на полосы ему деваться некуда и он получается начинает складываться посередине то есть вот тут со временем тут по сути ночь могут пойти что миха заломы трещины поликарбонат дешевый соответственно через год два-три по этой третий он просто треснет на на дорогом у него просто будет виден залом на дорогом полика даже если видно поликарбонат на солнце как нефтяные пятна это означает что хорошая очень защита от ультрафиолета я вот в очках от полароида я вижу лёня ты видишь как переливается просто у меня очки полароидные в них все видно глаз не видно вот когда если вы посмотрите хорошего качества поликарбонатом на солнышке один клиент помнишь миша как-то претензию написала что у меня химическая теплица и она вся переливается всеми лучше какая-то радуги радуги цвет она реально как нефтяным пятом это означает что очень хорошая защита от ультрафиолета в ней был самый дорогой поликарбонат вот такое даже вроде бы все прямой эфир сохраню рассказывайте показываете арочные у нас не очень часто пользуются просто расскажу секрет потому что ценник в них практически в половину от легенды по причине дорогие визны трубы поэтому в основном у нас покупают или павильоны или легенды потому что арочных форм грубо говоря ну арочных теплиц на рынке огромное количество кому нужен функционал они просто повернут на рынке дешевые теплицы и все ставят подпорки или выбирать дорогой поликарбонат а так в основном у нас если вы смотрите ленту легенды павильоны и еще третье что капли капли гиф для такое что никто не делает кроме нас ну вот огромное спасибо так видите аккуратненько они здесь стоят грядочки все за устроиться в камне все мы поехали дальше на следующую стройку всем пока если что задавайте вопросы пишите комментарии и